Здравствуйте, не переживайте, всё будет хоро... Всё будет хорошо. Главное, ответьте на вопрос моего друга, и всё сразу закончится. Где Джессика Хайт? Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин, и... Где же всё-таки Джессика Хайт? Утопия. Что может объединять пять разных людей из разных слоёв жизни? К тому же, не видевших ни разу друг друга. Объединять их может любовь к комиксу Антиутопия. Скорее, даже не любовь, а реальная заинтересованность в этом произведении. Так как в нём, помимо рисунков, по слухам зашифрованы предсказания будущих химкатастроф и заболеваний. Кто-то в это верит, кто-то просто любит комикс за сюжет. А вы помешались на историях? Ребята, Джессика Хайт не настоящая. А что настоящая? Болезни, скрытые в Антиутопии. Боже, как ты одна из них, да? Знаки и предвестники. И вот фан-комьюнити узнаёт, что есть продолжение. Утопия. С продолжением сюжета, тайнами и загадками. Но помимо фанов, о продолжении узнаёт секретная организация, которая, оно, кровь из носа как надо. И ради его получения организация пойдёт на всё. А само это продолжение в ходе череды случайностей оказывается в руках маленького мальчика. Который является одним из членов той самой пятёрки, о которой я упоминал ранее. Так и начинается охота за этим загадочным комиксом. Персонажи, которого к тому же далеко не выдумка и вполне реальны. Утопия. Что ж, как по мне, в 2020 году сериал про комикс с вирусами и заболеваниями можно назвать одним из самых актуальных. Сам сериал 2020 года является ремейком британской утопии 2014 года. И на самом деле, рассказывая про один сериал, я рассказываю про оба. Так как в сюжетном плане они очень похожи. Они даже в некотором плане дополняют друг друга. Как первый сезон Академии Амбрелла. И его комикс-аналог. Только вот в отличие от Амбреллы, утопия, признаюсь честно, что 2020, что 2014 года, мне не понравились. И чуть дальше я объясню почему. Так и почему же я решил рассказать вам про сериал, который мне не понравился. Просто полазив по разным сайтам и почитав отзывы, я обнаружил, что многие любят утопию 2014 года. А некоторые вообще считают шедевром. Поэтому, хоть сериалы мне и не пришлись по душе, я всё же рекомендую вам самим их глянуть и составить своё мнение. Но скажу так, это сериалы, что на витрине, то и в магазине. То есть, если вам не зашла первая серия, то дальше можете не смотреть. Потому что сериалы придерживаются одного тона и темпа на протяжении всего повествования. Но давайте быстренько пробежимся по основным чертам сериалов. И для начала, цветокор. Если утопия 20-го ничем особым в этом плане не выделяется, то в 2014 году создатели выкрутили цветокор на максимум. То есть, некоторые сцены настолько яркие и цветастые, что режут глаза. Но в то же время это добавляет к сериалу некой артхаусности. То есть, если вы будете клацать по каналам, то с лёгкостью пропустите утопию 20-го. Не отличив её от других сериалов. А вот на утопии 14-го вы сразу затормозите. Поняв, что это именно она. Также могу подчеркнуть, что такое цветовое решение добавляет к сериалу некой интересности. Обычно, если в фильме или сериале происходит жёсткая сцена, а в утопии 14-го таких довольно много, то эти сцены в основном показываются в тёмном и мрачном освещении. Но в утопии 14-го вся жесть показана во всевозможной яркости. Дальше на очереди как раз таки жестокость. Утопии 20-го зубки-то подточили. Нет, в сериале также есть и убийства, и пытки. Только зачастую всё это за кадром. А вот утопия 14-го не стеснялась нам показывать всё, что только можно. Сюжет. Про сюжет я могу сказать одно. Идея довольно интересная. Но вот почему мне не понравились оба сериала, так это потому, что подача у них довольно скучная. Лично для меня. Утопия 20-го, так как больше подогнана под формат современности, имеет более живую подачу. Но так как я изначально смотрел первый вариант, смотря второй, я не мог не сравнивать. И во втором варианте для меня события были довольно сумбурные и кашеобразные. Но и оригинал мне также не зашёл, потому что его подача антидинамична. В нём почти никакого экшена, одни разговоры, и даже музыки динамичной тоже нет. Короче говоря, у нас тут две крайности. Хотя, возможно, если вы не знакомы с оригиналом, то утопия 20-го вам не покажется таким сумбуром. А так слепи вместе подачу первого и второго, и был бы шик. Но вот в чём утопия 20-го проигрывает однозначно, так это в персонажах. Как бы мне не было скучно смотреть оригинал, но про персонажей 14-го года я не могу сказать ничего плохого. Они глубокие, они продуманные и хорошо прописанные. И уж точно их нельзя назвать односторонними. Зачастую в утопии 14-го года отношение к персонажам меняется по ходу повествования. И даже не один раз. Сначала кого-то из них вы не любите, и даже, возможно, ненавидите. А позже он или она может стать вашим любимчиком. Но потом всё снова может поменяться. Только благодаря персонажам я мог смотреть этот сериал. А вот про утопию 20-го года... Я этого сказать не могу. Персонажи серые, блеклые и порой бесячие. А на фоне оригинального каста так вообще никакие. Порадовали разве что только Джессика Ротт и Джон Кьюсак. Про злодеев... Я уж вообще молчу. В оригинале это были милые люди, творящие ужасные вещи со спокойными лицами. И от этого просыпалось жутко дискомфортное ощущение. Это просто газ. Надо поспать. В версии 20-го года, ну-ка, кто-нибудь назовёт их милыми. Подытожим всё вышеперечисленное. Если взять персонажей и сюжет из оригинала, и поместить их в подачу 20-го года, то, как по мне, это было бы очень круто. А так, если не знакомы с оригиналом, и охота потратить время на что-то привычное, то выбирайте утопию 20-го года. И если же хотите рискнуть и попробовать что-то необычное, но с более годными персонажами, то смотрите утопию 14-го года. Хотя я немного соврал. В утопии 14-го мне по большей части не понравился первый сезон. Второй сезон был уже поживее. Особенно было интересно наблюдать за созданием комикса. Но повторюсь ещё раз. То, что сериалы мне не понравились, ещё ничего не значит. Я такой же, как и вы, зритель, со своим мнением. И раз у утопии 14-го такая большая фан-база, то кому-то из вас он точно зайдёт. Утопия. Ну а на этом у нас всё. И всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк, иначе организация придёт за вами. Также обязательно пишите в комментариях, смотрели ли вы утопию 14-го года, и как она вам. Ну а если не смотрели, то пишите, будете смотреть какой-нибудь из этих сериалов, или нет. Ну а в описании для вас я оставлю ссылку на просмотр сериалов, а также ссылки для вашей поддержки канала, и ссылки на мой инстаграм и группу ВК, в которой мы иногда вместе что-нибудь смотрим. Также, если захотите поддержать канал, то в этой группе вы можете приобрести прикольные стикеры. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов, и увидимся в следующей серии. Пока. Ну и кто теперь тут засранец?